У нас сегодня на повестке было четыре вопроса. Главный из них, первый был, это отчет компании о проделанной работе за второй квартал. Вторым у нас был вопрос о ходатайстве компании в отделении контрибуции для реализации проекта по выигранному гранту. И далее у нас рассматривался ряд заявлений, потому что период отпусков нужно было решить вопрос с замещениями, по кадрам решались вопросы. И четвертым вопросом наконец-то определились с датой по проведению конкурса на должности исполнительного директора компании ГРТ. По первому вопросу мы заслушали все подразделения, вынесли свою оценку по результатам работы компании, отметили, что в техническом плане компания продвинулась, было проделано много работы с партнерами совместно. И мы надеемся, рассчитываем на то, что в ближайшее будущее появится дополнительное оборудование, которое будет, которое облегчит работу компании. Режим экономии, который был введен в связи с тем, что очень стеснена компания о финансовых средствах, тоже возымил свое действие. Поэтому мы надеемся, что компания сможет вырулить до конца года в хорошем своем состоянии, в более-менее стабильном состоянии. Мы рассмотрели вопросы по вещанию телевидения и радио, были кое-какие там замечания, сделанные редактором радио и телевидения. Я надеюсь, что будут учтены возможности новые привлечения новых технологий, компьютерной графики, для того, чтобы можно было улучшить особенно видеоконтент. В целом, работа была оценена положительно компанией за второй квартал. Далее мы обратились с ходатайством в исполнительный комитет Гагаузии, потому что компания хорошо сработала, поработала с донорами и выиграли проекты по реализации видеопередачи, посвященных сельскому хозяйству, агробизнесу, передовому опыту. Но у компании нет сегодня возможности заплатить 90 тысяч лев контрибуции, поэтому мы запросили исполнительный комитет Гагаузии, чтобы включили их в перечень учреждений, которые могут из фонда возмещения контрибуции получить эти денежные средства для успешной реализации проекта. И последним вопросом то, что у нас было принято решение, 21 числа у нас все-таки состоится конкурс на замещение в аккаунтной должности исполнительного директора. Мы его проведем и уже дополнительно сообщим. Продолжение следует...